Всем привет! Это программа НХЛС. Сегодня я, Владимир Дегтярев. Ну и давайте поговорим о том, что с сегодняшней ночью произошло. Действительно, были классные матчи. Есть о чем поговорить. Ну, начнем, наверное, с матча между командами Торонто-Мэйпл-Лив, Стампа-Бэйлайтнинг. Никита Кучеров, конечно же, как мы можем пройти мимо этого события. Три голевые передачи на счету Никиты Кучерова. Он добирается до отметки в 130 очков. И таким образом, во-первых, устанавливает новый рекорд среди российских хоккеистов, который, в принципе, пять лет назад сам же и установил. 128 очков было до этого. Кучеров личный рекорд свой побил. Также 128 очков было. Теперь стало 130. И при этом Никита Кучеров продолжает играть регулярно. Еще не закончилось. Ну и в борьбе за Артрос Трофе Кучеров сейчас вновь вырывается в лидеры. В общем, действительно, очень и очень интересно. Ну, конечно же, действительно, Кучеров лидер сейчас. Вот интересно. Тут же недавно было журналистское голосование. Кто возьмет Артрофи. И там 65% журналистов проголосовали именно за Нейтана Макинона. Что именно ему отдадут Артрофи. Вот в итоге сейчас ничего не изменится в этой ситуации. Ну, понятное дело, Артрофи, он дается по итогам регулярного чемпионата. Да, когда игрок набирает наибольшее количество очков по системе гол плюс пас. Ну, а хард, то есть, хард-трофи действительно тут уже будет идти голосование. Вот посмотрим. Интересно, кого же признают самым ценным игроком. Будет это Никита Кучеров или будет это Нейтан Макинон. А может быть, отдадут и Конору Макдэвиду. Хотя в этом-то я уж сомневаюсь очень и очень сильно. Ну, Макдэвид, в общем-то, в любом случае хорош. Но, опять-таки, сейчас все-таки Никита Кучеров настолько горяч. И самое-то интересное, что посмотрите, насколько Тампа сейчас начинает так постепенно набирать обороты. Плей-офф уже вот скоро начинается. И вот эта вот история, когда Джон Купер, главный тренер команды Тампа Байлайтнинг, сказал, мы хотим сделать династию, мы хотим выиграть три кубка Стэнли. Ну, в общем-то, сейчас есть вариант. Посмотрим, получится это сделать или нет. Хотя уже, да, тут Колорадо выигрывал кубок Стэнли, Вегас выигрывал кубок Стэнли. Я думаю, что у Тампы вот еще есть несколько лет на то, чтобы постараться зацепить еще один кубок Стэнли. Посмотрим, получится это или нет. Едем дальше. Артемий Панарина в матче против команды Нью-Джерси Дэвилс забрасывает шайбу, отдает голевую передачу. Таким образом, у Панарина 110 очков, и это второй результат в истории команды Нью-Йорк Рейнджерс. Среди игроков, набравших наибольшее количество очков за сезон, первое место у Яромира Ягра, 123 очка. Но сейчас перегнал Артемий Панарина знаменитого Ротеля, у которого было 109 очков. И вот теперь Панарин вышел на вторую строчку, у него 110 очков. Регулярка еще не заканчивается, 13 очков остается до Ягра, а некоторые уже болельщики интересуются и спрашивают, а догонит ли он Ягра. Ну, в принципе, если вот дальше так будет продолжать, то может и догнать. Ну и, конечно же, то событие, которое свершилось в Национальной хоккейной лиге, вот именно в этом матче, встреча между этими командами ждалась с большим интересом. Дело в том, что Мэтт Рэмпи в предыдущей игре нанес травму Йонасу Зигентайлеру, защитнику команды Нью-Джерси Дэвилсу, того сотрясения мозга. Рэмпи был удален, дисквалифицирован на четыре игры. Свою дисквалификацию Рэмпи отбыл, я имею в виду игрок команды Нью-Йорк Рейнджерс. Ну и, конечно же, хоккеисты Нью-Джерси Дэвилс не могли не отомстить Рэмпи, ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Тем более, в том матче, когда Рэмпи покидал лед, он еще и помахал Кертису Магдармиду. В общем, действительно, здесь, наверное, было такое знаковое событие для этих парней, и они сошлись. Причем все это уже свершилось на второй секунде первого периода, там даже повздорили Лавиолет и Трэвис Грин, два главных тренера. И при этом вот в итоге закончилась эта драка пять на пять, по четыре игрока удалили сразу из каждой команды, так что играли команды в три звена практически, да не практически, а всю игру и играли. И Рэнджерс все-таки дожали Нью-Джерси, выигрывали они 2-0, потом пропустили три шайбы подряд, проигрывали 2-3, но в итоге забросили еще две и одержали в итоге победу со счетом 4-3. Причем я бы здесь еще что отметил, то, что команда Нью-Йорк Рэнджерс впервые за последние девять лет выигрывает сезонную серию у Нью-Джерси Дэвилса. А это значит что? Ну выиграли все матчи в регулярном чемпионате, как я уже сказал, впервые это произошло за последние девять лет, а выигрыш сезонной серии. Не знаю каким это образом, ну наверное как-то это повлияет на игру команды Нью-Йорк Рэнджерс в плей-офф, ну а дальше, дальше следующий сезон и новая встреча Нью-Джерси и Рэнджерс. Ну об этом мы будем конечно же говорить дальше. Еще одна встреча, о которой хотелось бы сказать, это встреча между Далласом и Эдмонтоном. Здесь Даллас одержал достаточно уверенную победу со счетом 5-0, причем Ойлерс провалились во второй половине второго периода, когда практически в течение шести минут пропустили четыре шайбы. После этого счет стал в матче 5-0 и Даллас спокойно довел эту игру до победы. Здесь я бы отметил то, что действительно Ойлерс сыграли, ну я бы так сказал, не самым лучшим образом, много чего не получалось, команда как-то нервничала, дергалась, допускала достаточно большое количество ошибок. Ну а Даллас сейчас показывает очень классную стабильную игру и в общем-то мне кажется на Западе будет очень и очень интересно посмотреть вообще как, что будет происходить. Колорадо, Даллас, Вегас, не забываем про Ванкувер, Эдмонтон. Ну в общем действительно очень интересный нам обещает плей-офф быть на Западе, а в первом раунде могут уже сойтись команды Эдмонтон и Вегас и это будет очень и очень интересно. Пожалуй на сегодня все, для вас работал Владимир Дегтярев, всем пока и как всегда встретимся на хоккее. Пока!